Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 29 стих. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Центральный стих 3 главы, что Бог возлюбил мир. Но не надо забывать, что Бог возлюбил мир не просто, а в этом мире найти готовых к спасению. И апостол Павел, говоря о своей прежней жизни, только что сейчас считали, говорит, но Бог избрал меня, то есть во мне произошла решительная перемена, перерождение. Для чего? Запитая. Чтобы службу правил, литургию справлял. Ну, не можем сказать, что апостол Павел ниже других, которые пришли в веках за ним следом. Чтобы я благовестовал Христа и защитил. Конкретная цель. Для чего Господь его переделал с Савла в Павла? Чтобы я его знал и донес до других все. А остальное, даже что сегодня читали, это лет хозаветия, скиния, первое, второе, святых. Все для того, чтобы показать, что это было подготовлено. Сразу нельзя было открыться, народ был недостоин. Народ находился в детском состоянии. Бог как бы справлял им в мозги, что придет Спаситель. Пока через быка, смотрите, бык невиновный режется. Пока через дыгненка, вот святая. А святого поднимал, когда на небо глаз. Все шло только об одном. И когда эта истина открылась во Христе, апостол Павел прямо стал возвращать. Нам эта тайна, эта тайна, за завесой, тайна закрыта. А мы не знаем, что там батюшка делает. А уже если один раз в год, да входил один человек, который, как главный лома, молчал всю жизнь, никому слова не говорил, а что там было, никто не мог сказать. Обычно, когда попадает кто-то в плен, начинает пытать, ты под пыткой все скажешь. И Евреев тысячами пытает, какой Бог ваш. Ну вот взяли пенсимлян, побили египтян. Ну видно как. А какой у вас Бог? Ни один человек не мог сказать. Не знаем, кому кланяемся. И наконец нашли, который близко к священникам. Наш Бог обитает во мраке. Я думаю, я стал длиннее же сразу. Как во мраке? Так что там, если у вас ни одной лампочки нет, ни одной свечки. Какие свечки, если он во мраке? Бог дал особое указание. За что ли на? Чтобы ни одна душа не заходила и раз в год, только первый священник зайдет. А первый священника в плен никак не возьмут. А если бы взяли, что он сказал? Ну что, Бога нет, но еще рубим место, распортирающие крылья над ковчегом. Все направлено было ко дном, что Бог в тайне. Эту тайну, Павел тогда постоянно муссирует эту тему. Бог нам открыл тайну. Бог открыл любовь свою. И вот теперь, когда произошло рождение свыше, снова непонятно. Ну и ты родился свыше, видно, Павел переродился, явно. Это понимали и враги. Вчера же наш друг перешел в стамп. Все прежнее отошло. Сегодня тоже перерождение, так и в обратном порядке может быть. Но теперь-то все люди задают, но я рожден свыше или нет. Ко мне даже наши члены общины подходили. Вот я хожу, верую, вот говорите о рождении, я не могу понять, я рожден или нет. Признаки есть. Признаки по делам. Но главное это внутри. Ты сам себя разве не чувствуешь, что ты стал другой. И вот сегодня я как раз по Писанию хочу провести вас, чтобы вы коснулись сами себя. Рожден я или не рожден? Да, нет. Сейчас резко отвечаете. Да и нет. Ты что-то можешь не знать, политики не рвятся. Но в своей-то душе пора разобрать. Что здесь мы считаем? Левит 19.15. Не делайте неправды на суде. Основа заложена. Последняя инстанция суд. Суд вынесет решение, ему президент обязан подчиниться. Суд вынес решение, недоверие выразили президенту, эпичмент и все. Ушел Никсон. На его место Джонсон сразу посупит. Любого найдут. Недоверие суду, если выражено, это страшное состояние. Обязательно контрольные какие-то органы. Не делайте неправды на суде. Значит, в суды надо брать только рожденных свыше. Я ответ нахожу. Нерожденность свыше не должно там быть, но я допускаю другую ступень. Путь будут и мусульмане. Буддисты, ожидающие страшного суда. За неправду у них тоже в законе написано, что Аллах не похвалит. Аллах рубить будет вас, а Аллах будет давить вас. Значит, судьи ставить, строжайше проверять. А кто их будет проверять? Ну, у них есть. Мои имамы, шейхи, пусть собирают совет улему свою и выбирают самого-самого добросовестного. Эту мысль надо все время муссировать, особенно юристам. Убрать всех неверующих, неверующих взятых. Это оборотни, оборотни в суде. Он не может быть правильным, потому что написано, это от совести зависит. Псалмопевец Давид часто говорит о рождении. А люди не знают, а где? А рожден, делающий правду, рожден от Бога. И к себе сразу обратите. Делаю я правду на работе, в семье и везде. А чтобы познать эту правду, тебе жизнь нужна. И ежедневная молитва. Господи, открой глаза мне, чтобы видеть левое и правое отличать. Псалом 7,4. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, то пусть враг торжествует надо мною. Я отдаюсь на суд Божий. А если мы неправду делаем, мы на молитве скажем эти слова, прости нам грехи наши, как и мы прощаем. А ведь эта молитва имеет другое звучание. Если не простил, Господи, я прошу Тебя, не прощай мне, как я не просил. Это прямо вытекает из этого. То пусть враг торжествует надо мною, если не делаю правды. А если не делаю правды, значит я не рожденный. Рожденный от Бога поступает по правде. Вот и начинает следовать с утра до вечера, по правде или не по правде. Как встаешь, как молишь, куда уходит время, как тратишь средства, как с ближними, с детьми, с внуками. Вот рождение твое, с утра до вечера, будет криком кричать, что его не было. И там неправда, и здесь, и лукавство, слова что-то скрывают, не говорят, стоятся. Человек, рожденный свыше от Бога, он во всем находит божественный промысел. Ну скажите, зачем коммунистическую партию официально разрешили? Президент, не задал годы смерти, умерший, не раб Божий, Борис, говорил, у меня было две крупных ошибки. Первое, что не вынес из Мавзолея, труд. И второе, что не запретил компартию. А сам не понимал, что народ на помойке уменьшился, он не понимал. Но это главное ему давно было понять. А для чего? Написано, чтобы не забыл народ мой. Для этого это памятники стоят, хотят памятник Сталину установить. Необходимо, чтобы мы все время помнили, вот к чему люди придут. Они будут любить выкормышей змеиных. Они будут тиранов любить. На старое поколение, раз вы не знаете, как было, ни одного слова на кухне нельзя было сказать. Сразу подметали всю семью. И голосуют, идут. И фашизм нужен. Фашистские организации. Возникает непрестанно. В Барнауле, значит, убийство кого? Чурок. Духа из божанцев. За что? А то они о чурке. Значит, а он хороший. Бог допускает, чтобы мы не забывали. Вот сейчас на территорию хлынули разные секты. Я все время разумевляю об этом. Что в этом есть? И особенно в последнее время стало задуматься, кто знал, что в России будут возникать греческие приходы. Греция, подчиняющая непосредственно Греции. Да не было никогда. С этим трудом получила Российская церковь полную независенность. И вдруг зачем? Открывается. Зачем? Чтобы мы не забыли. Что эта мертвичина будет гнить и отгнивать. Будут, может, лучшие люди туда падать. Почему? Не было покорности. Они есть сегодня здесь. всякую деятельность отрывают, на благовестия не идут. А для чего их Бог сохранил? Показать. Вот он, трупный яд. Вот эти головы везут, руки. От них за последние годы мы видим только одно. Вот это труповое везение налево-направо. И нельзя доказать, чья это рука. Считаешь, страшно делается. Рука, десница, Иоанна, которой он крестил. А дальше пишут. А ключица, ключица, значит, оторвал. Находится у султана. Стервятники. И что никому это не понятно. А ты чего это Бог делает? А допускает. Вот откуда мы получили эту веру. И как мы должны заботиться, чтобы Христос воскрес в третий день, в третьем тысячелетии. Чтобы поступали по правде. Ну по правде ли это, если мы будем трупами заниматься? В Библии даже намека нет. А Елисея там затронул на воскрес. Затронул. Притом на мертве сам-то не шло бы. Его бросили туда. Но у вас-то... Вы сами идете, во-первых, не сходятся. И ни один не воскрес, и ничего этого нет. И где это? Это обязательно там, чтобы в могиле было? Ничего этого нет. А чтобы труп Елисея возили по стране, Израилю, да не было этого. Славон 14,2. Тот, кто ходит непорочно, делает правду, тот будет обитать на горе Божией. Сходится непорочно и делает правду. Делающий правду рожден свыше. Ни все. Бывает, и неверующий поступает по правде, но он везде поступать не может по правде. Он с утра не молится, а по правде не молящийся все, что сделает деман, приписывает себе. У верующего, что бы он ни сделал, это Бог помог. Я просил, он меня благословил, он мне на помощь послал людей, он на встречу послал мне. Вот события так сложились. Неверующий не может быть по моте добрым, потому что он все похищает от Бога. Салон 27,3. Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду. Делающий неправду человек нерожденный свыше. Поэтому в дружбе своей надо себя ограничивать. Одно дело знать себе, помогать, а другое дело открывать душу, ну и быть одной. Салмопевис 63,7. И вот язычники делают расследование, изыскивают неправду. То есть они в людях ищут это. А хорошо ли это? Если изыскивать неправду, то, в общем-то, нам никак это не повредит. Почаще бы нам указывали на нашу неправду, мы бы исправлялись. Давид об этом молился, а они изыскивают, ее не было в нем. Поэтому нерожденный свыше, он всех подозревает. А рожденный свыше, он думает, ну не может быть человек в таком грехе находиться. Зачем это ему такое делать? А для нечистого нет ничего чистого. У нас сквернены ум и совесть. Салом 105,6 стих. Находясь в пленении, люди размышляют, почему все потеряли, и грешили мы, и отцы наши, соделали неправду. Я отношу все к тому месту, что говорит Иоанн, делающий правду, рожден от Бога. Рождение от Бога в степени, эпохальном может быть. То, что ты еврей, тебе Бог открывал, спасение грядет, другой, спасение пришло, и третье сегодня, мы говорим, спаситель снова придет. Придет, церковь будет страдать на земле. Раньше время ее Бог не восхитит. Видите, поэтапно Бог ведет все человечество. А было так, чтобы сразу все открыло? Было единицы. Единицы. Почему пророка Исаия называет ветхозаветний евангелист? Он прямо видел. Он видел, лесо его обезображено, что он видел кровь, потеки, венец терновый, избит пачи вика человечества, Христа. Приджа Соломона, 28-21. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек сделает неправду за кусок хлеба. поступая я сегодня по правде. Я обращаю внимание на то, что наши молитвы требуют большой корректировки на сегодняшний день. А вот это, что делать по правде, молитвы все к этому направлены, чтобы не согрешить. Их надо молитвы знать и вникать в них. Не просто отстоял, цепляться как-то, помедленнее читать, рассуждать. Исайя 56-1. Итак, говорит Господь, делайте правду, ибо близко спасение мое. Спасение там, где правда. Там, где рождение от Бога. Исайя 57-12. Я покажу правду Твою и дела Твои. И они будут не в пользу Тебе. Это уже суд. Как говорим, ходить во свете Леса Божия. А во свете, значит, все высветится и все скажется. Поэтому всякая неправда, непослушание заповеди Божия, когда это высветится, ужасно. Почему люди не любят говорить, я тебе сказал, ты же мне ненависть подесказалка, прям хватает меня. А ты теперь вот сделал известное, да еще и в книгу поместил. А что я поместил? Что вы за детей заступаетесь. Ну что ты заступалась, да, ребенок неправильно поступил, а чего ты тогда боишься? Господь говорит, я обличу его через кого? Через меня, может быть, через себя. И это будет не в пользу Тебе. А мы должны сказать, а Господи, пусть и обличение будет, но чтобы в этой жизни было покаяние. В пользу нашу, чтобы было. А это в семейной обстановке. Жена властвует над мужем. Что-то по-своему пытается, не по правде, Бог так не установил. Она с ним разговаривает. Но учить его она не имеет права. Учить же они не позволяют не властвовать над мужем. И останавливают точки. Там запятые, а ты ставь твердые, свисательные знаки. По правде поступаешь? Нет. А для чего тогда жена нужна? А дальше объясняется для чего. Это помощница, это сонаследница будущей жизни. Обращайтесь благоразумно, и все для того, чтобы не было препятствия в молитвах. Не потому, что она тебя от ложи оттолкнет, а препятствия в молитвах. Главное. А иначе поступаешь не по правде. А не по правде, значит, рождение твое уже мертворождением будет. Исаия 57, 12. Я покажу правду твою и дела твои. И опять о том же, что не в пользу будет. Иеремия 8, 6. Никогда не говорите неправду. Иеремия 18, 24. И праведник, если отступит от правды, то праведные дела его не припомнятся ему, какие он делал. И в молитву надо включать, так, Господи, что я сделал доброго? Хотя в молитвах и ничего же доброго не сделал. Ну, это монахи все придумали, они самоуничижением занимались, может, действительно он ничего не сделал. Сказать, что я ничего не сделал, того не может быть. Это мы просто на Бога хулу можем возвести. Ну, где я сделал? Господи, да не отступлю от этого. Да умножатся эти плоды. В молитву просто необходимо внести. Огнахов не делал ничего, лежит, яхо свинья в колу, и дальше они... Ну, они друг перед другом изощрялись. Кто больше уничижения скажет? Ну, ни один нигде не говорил. Я забился, как таракан, как скорпион, сижу, жалю других, из пустыни не выхожу. Плевал я на этот мир грешный, прелюбовейный, никого спасать не хочу. Такую молитву не состали за две тысячи лет. Они даже были каждое утро вечером считать-то. Я тебя сижу, забился здесь, как суслик, не вылажу, никого не знаю. Прости меня, Господи, вытащи ты меня отсюда, дай мне по затылку, чтобы я летел до Тихого океана. Вот этого нигде ни одной молитвы нет. И эта молитва-то сегодня сгодилась бы всем. Может быть, по полгу Бог растрес с животами их. Пошли бы на проповедь. Пророк Сафония, 3 глава, 3 стих. Будет время, когда рожденные, значит, выше, не будут говорить неправду. Господи, да доживем мы до того, чтобы в общей у нас никогда не было неправды, ни в поступках, ни в делах. Лука, 13, 27. И уже наступает суд Божий, и Господь выйдет, разделит и скажет, отойдите от меня, делать или неправды. Как страшно будет. Я ходил, молился, делал. А если отвечать, то придется не только за средства, за деньги, а за время. Это самое драгоценное. Время, говорят деньги, это неправда. Деньги можно возвратить, тебе могут дать, помочь, а время никто, сам Бог не возвращает. И никогда не вернуть. И поэтому лбом расколоти пол теперь. Господи, в каком возрасте я пришла? Что я потеряла? Да теперь я внукам, на работе всем буду говорить. Драгоценное время уходит. Люди, познайте Христа, примите, Он умер за вас. Не расправливайте вы Его раны. Он зовет каждого сегодня. Он долго терпит, Он стучит. Он нежно и кротко стучит, но рано или поздно Он начнет стучать так, что дверь разломается. Инфаркт, инсульт. Иоанн 3,27 поступающий по правде идет к свету. Говорят, вот не верующий, а так поступает хорошо. Я знаю таких людей. Ну, готовый христианин. Ну, настолько человек правильно поступает, стремится, спрашивает, кому надо помочь. Я объявляю, что ищу таких людей. Мне пришла мысль, нужно построить два домика, чтобы кто-то выкопал траншею, яму под фундамент, заложил, построил, покрасил и послышь два домика, зал, со мной пусть свяжется. На 50 человек каждый домик. И он будет в улицу в деревне, не в лагере, для лагеря для детей. Есть такие люди, они есть, я их не знаю. Помогите мне их найти. Прямо спрашивают, где можно вложить деньги не с потерей для души. Ко мне пусть обратятся. Мы вместе на весу план, это сделаем. Начните с сегодняшнего дня об этом молиться. У нас нет ни одного дела, о котором мы молились, и Бог бы не ответил. Мне необходимо просто. Каждый год мажут, уже все погнивает. Но лагерь опять прошел благополучно. И нынче ребятишки были на удивление послушными. Власти даже на войне ступили. Видите, как обстановка вся изменилась. Бог увидел, что мы поступаем по правде. Иаков 2.24 Человек оправдается делами, а не верой только. Ты покажи мне, говорит, веру твою, без дел твоих. А я, Иаков, покажу тебе и сдел мои. Ну и что дороже будет, что ближе. Пусть нам покажут люди веру свою в делах. Вот мы можем сказать, да, Бог сохранил нас в церкви. Прошло объединение, и Бог нас так провел, еще пока ничего не известно, у нас ничего не меняется. Никаких поминаний, ни одного слова не изменилось, ни в деятельности, нигде. И поэтому, те, которые отошли раньше времени, они только проиграли. Они верят, что мы ничего не потеряли. Нас не могут обвинить в какой-то неправде, что мы в силе, изменили взгляды на патриархию, на зарубеже. Нет. Мы всегда говорили, что надо идти на благовестие, трудиться. Ни те, ни другие не идут, они похожи. Им давно пора, надо было объединиться. 1 Иоанна 3,9. Всякий рожденный от Бога не делает греха. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот тут загадка, как мы разве не грешим? Будем считать, что Иоанн не ставил, и переводчики не ставили слово умышленно. А если где-то кто-то согрешит, то мы имеем хадатая на небе. Поэтому рожденный от Бога он тонко чувствует здесь грех. На какое-то дело зовут здесь грех. 1 Иоанна 4,7. Всякий любящий рожденного от Бога знает Бога. Мы таких людей будем находить всюду. Почему-то с одним человеком дружба за 30 лет, а с другим жили и вместе вдруг разошлись. Я таких людей ищу, которые ушли. Спрашиваю, какая причина они не могут назвать. Вообще никакой причины нет. А значит на этапе на каком-то человек появляется, уходит, и потом мы уже встретимся только после смерти. 1 Иоанна 5,1. Всякий верует, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Ну вот тут многие прилепятся. И сектанты, и все. Но мы же верим, что Иисус. Не просто Иисус, а что Он есть Бог. И дальше, что именно за тебя Он пролил свою причистую кровь. Верить, что Он основал, верить Христу, Богу, что Он основал церковь, и другое не будет. Сектанты сразу себе отпали. Потому что мы должны Христа признать не на иконе только, но описанному в Евангелии. И слова Его садишь, ждут церковь, ротада не одолеет ее. Этот стих не могут перешагнуть ни баптисты, ни адвентисты, никто. Они верят, что церковь пала, разложилась, надо заново хорошее мысль, но только не сходится с Писанием. Она очень похожа на мертвую, но вдруг пробивается какая-то жизнь, приходят новые люди, начинают проповедовать, свидетельствуют. 1 Иоанна 5,4 «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Вот еще. Можно посмотреть, имею я это или нет. Побеждаю я мир. А что такое мир? Ну все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И начни с утра давидшего смотреть. Это мирское тянет. Очень сильная привязанность у верующих к детям. Это самый крепкий канат. Канат, идущий отставания от куполины. Перелезайте его. Люди, которые обратились к Богу, они это сделали мгновенно и сразу. И это по воле Божией. Почему? Господь знал это и предупредил. Кто любит отца, мать, жену, детей, не достоин меня. Повторяй это чаще. Идешь к детям, каждый раз повторяй. В чем выразится мое посещение к ним? А кто любит внуков несказанным? Все равно. И наконец, Лука говорит, что Христос повторил эти слова еще в усиливающей степени. Кто не возненавидит? То есть, их жизнь, пусть, настолько нам должны быть противны, что каждый раз, идя неверующим, мы должны насиловать себя. Мне противно это. Но я иду, потому что Бог дал мне свет. И может быть, их коснется, может быть, они обратятся. Я жду этой встречи. Я хочу их видеть родных, но с одной целью. Для того меня Бог избрал. Павла избрал на Филенскую пропасть, а меня в моей семье первым избрал. Чтобы через меня неверующие язычники, русские, брат, отец, мать, услышали. Вот для чего меня Бог избрал. Ты слова, которые Павел говорит о себе, сегодня считаемые, примени их к себе. И тогда ты увидишь, что ты ищешь правды Божьей. А правда Божья в том, чтобы все родились от Него. Люди познали Бога. И тогда слово рождение свыше для тебя будет радостным. И в молитву надо включить. Господи, если я сомневаюсь в рождении свыше, ты покажи мне это явно. Господи, милостивый, я прошу Тебя, научи меня распознавать рожденных свыше и нерожденных свыше. Рожденный свыше всегда распространяет благую весть. Вот как можно узнать. А мертвый водится с мертвецами и никогда не пойдет на благовестие. Под разными причинами. У меня большая нужда. У меня близкий человек занимался интернетом. Сегодня он завел полный отказ. Заниматься не буду. Поэтому и об этом надо помолиться. Потому что о книгах я получаю инвестии из ближнего и дальнего зарубежья. Просто попадают в книги, они там или скачивают. И люди, уже ушедшие в сектанты, возвращаются к православным. Начинают жить во свете. Как говорится, во свете Библии, как название. Чтобы Бог дал мне достойную замену. А отошедшего обильно благословил, что до этого момента он помогал, был. Мы были друзьями, но мертвое поглотило живое и все стало мертвым. Вот в чем ужас. Я размышляю и об этом. Те, которые переманывают в себе людей, они не могут дать жизни. Ее нет. Или вне церковь уходит человек, или даже имея рукоположение с мертвецами. Нет, одни трупы разводят, и все. Ну, на две мощи. Что такое мощи? Мощи, тире, написано, труп всякого человека. Грешник, мощи в мазоле лежат. Это мощи. Мощи не святость. А у нас такое понятие мощи, это можно от него отрезать, заложить куда-то, повезти и показывать. Мы умираем, в этот же день мы делаемся мощами. Эта мощи лежат в гробу. Но от этого никто не обращается. Обращение только от живого человека, который принял живого Христа и который понес другим живое слово. В Духе Святом. Аминь. 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 Аминь.